Хорошо, значит, давайте сейчас мы обсудим, наконец, помните, вы хотели плюсы и минусы? Я хочу. Вы хотели плюсы и минусы, да, то есть я думаю, больше плюсов хотите, а я буду больше минусов говорить. Да, давайте я про плюсы, а вы про минусы. Давайте я сначала с плюсов начну. С плюсов. А вы со мной согласитесь или нет? Да, давай. Значит, во-первых, первый плюс заключается в том, что бухгалтер, извините, не мешается под ногами, то есть он не находится в офисе, и она, соответственно, не участвует в хозяйственной деятельности компании. То есть она на основании первичных документов просто отражает. Поэтому ее как-то допросить, спросить, с кем там директор встречался и так далее, нереально. Потому что она изначально ничего об этом не знает. Соответственно, она еще и не сидит, не сплетничает там в бухгалтерии, да, я так понимаю? То есть как бы интригах не участвует в корпоративных и так далее. Потому что иногда бухгалтеры любят этим заниматься. Почему только бухгалтеры? Ну, бухгалтеров, я же сам бухгалтер, то есть у нас как не посплетничать, это день зря прошел, можно сказать. Значит, это нормально, да, это плюс? Мало работают, если сплетничают. Наоборот, у профессионала все успевают. И сплетничать, и работать, и так далее. Вы знаете, мы когда искали, значит, признак, один из признаков самого успешного галбуха, хорошего, выяснили, что она должна быть болтушкой. Вот реально, то есть как бы, вот именно болтушки являются лучшими галбухами. Потому что она может и налоговой там рассказать. Она же находится между собственниками, да, и между рабочими. Их надо заставить правильно первичные документы там ввести, то есть она матом с ними общается. И, соответственно, надо как-то с высшим руководством общаться. А еще есть налоговая служба. А еще есть налоговая служба. А если у тебя язык не подвешен, как ты будешь со всеми общаться? Никак. Поэтому у нас вот именно кто общается... Слушайте, ну вы меня убедили. Я как-то не связывала. Чувство юмора с лаповским учетом? Нет, я не связывала то, что главный бухгалтер – болтушка, и она при этом хороша. А еще, я могу просто дополнить очень быстро, да, то есть еще я был уделен. Значит, классные галбухи – это те, которые очень сильно накрашены вот с такими ногтями. Значит, вот если видишь такого глобуха, это просто профи, реально. То есть она может себе позволить, понимаете, вот это все. А у вас нет ногтей, что ли, этих? Я думаю, руки тебе пожарят. У вас все впереди еще. Так в следующей передаче встречаемся с ногтями. Значит, дальше. Бухгалтеры, значит, на аутсорсинге никогда не болеют. То есть на больничный не уходит? Не уходит. Не уходит. Не уходит. О чем вы с ними делаете? Они прививки какие-то делать или что? Нет, конечно, они могут болеть. Нам взаимозаменяемость. Они друг за друга хорошие. Ну, а почему? Я же могу тоже, чтобы у меня бухгалтер заболела. Раз, там, зайду на профиру там сайт, да, найду кого-нибудь левого бухгалтера и пускай тоже работает. И садить ему всю информацию. То есть как бы это не вариант получается? Хорошо. То есть это однозначный плюс. Я держу интригу. Дальше. Да. Не нужно мучиться с программным обеспечением. Да. То есть с обновлением всякой, какая программа, что-то там не идет, проводки и так далее, даже вечный гоморрой. То есть это ваши проблемы. А на экономии, конечно, на компьютерах. Не надо ни компьютера, ничего, не сервирование, ничего. Все у вас. Нет, а еще очень дорогие консультанты. А правые системы всякие, да? Да. А тут вы, получается, онлайн консультант у нас. Дальше следующее. Не надо контролировать ситуацию с налогами, сроки, даты. Вы все заранее скажете. Да. То есть ты спишь спокойно и знаешь, что... Да, это наша зона ответственности. Ваша зона ответственности. То есть я здесь не переживаю, изменение законодательства я не переживаю. То есть я просто уезжаю куда-то далеко, я вот там живу, потому что все будет сделано на автомате. Значит, дальше. И работать с вами – это дешевле работать, чем нанимать бухгалтера. Это так или нет? Да. Реально дешевле. Дешевле. Ну, смотрите, экономия на компьютерах есть? Есть. На правовых системах есть? Угу. Есть, да? На то, что бухгалтер не уходит в отпуск. На больничный не уходит. А в декреты у вас уходят сотрудники? Мы рожаем детей, не отходя от производства. Я бы так сказала. У нас уже четвертый ребеночек. Да, ну что? В конторе, да? Все, значит, еще какие плюсы есть у нас с вами? Вот я то, что… Ну, в принципе, я даже уже даже не знаю, какой еще плюс. Вроде бы все обозначили. Экономия, профессионализм, но про квалификацию бухгалтеров не сказали. Все-таки она в аутсортированных фирмах, мне кажется, что бухгалтеры больше квалифицированные, потому что она знает, она по-любому знает больше. Очень много видов деятельности, которые специалисты более высокой квалификации обращаемых. Тут, конечно, можно поспорить, да, насчет квалификации, это такой вопрос спорный в общем. Ну, давайте, пускай будет плюсом. В любом случае, она находится на пике… На пике, значит… Хорошо, бейтесь. Вы объясните тем людям, которые заключили договора с аутсортированными компаниями, где им начислили кучу штрафов пений, вот, что там работают квалифицированные люди. Ему будет очень трудно объяснить. Евгений, есть такие конторы, которые нанимают, как это называется? Кого попало? Узбеков. Понятно, да. Дешевую рабочую сила. Ну, это не к нам. Все понятно, то есть у вас элита общества работает? Да, я бы сказала, что да. Хорошо, следующий, хорошо, плюсы мы обсудили. Сейчас я буду вот недостатки говорить. Уважаемые коллеги, записывайте. Значит, я считаю, я считаю, что когда у тебя бухгалтерия находится на удаленке, то вы не контролируете ситуацию. То есть вот я просто, опять же, считаю по своим клиентам, да, то есть они звонят в аутсортированную компанию, как у меня с учетом, все хорошо, все хорошо, а потом ну раз через полгода, там такие проблемы возникают, да, которые ты уже не можешь восстановить. А когда у тебя бухгалтерия рядом находится, ты там смотришь, что она там делает, там, и какие проблемы, тут же все решается на месте. Я вам возражу. Давайте, конечно, нужно, давайте возражайте, я вам тоже возражу. Замороченные генеральные директоры, как правило, требуют от бухгалтера полную информацию. Мы договариваемся, какие мы таблички даем, сколько доходов, сколько расходов, ежедневные финансовые отчеты, если это надо, или еженедельные, или ежемесячные. То есть это не проблема. Вы себе сами издали, потому что, смотрите, когда человек сидит один, бухгалтер, ведет банк, расчетный счет, она владеет информацией моментально. И когда у меня есть вопрос, я задаю по телефону вопрос, она мне тут же отвечает. У вас бухгалтер ведет 6-7 организаций, соответственно, она моментально ответит на вопрос не в состоянии. Ну, я так в крайности бросаюсь, конечно. Ну, совсем в крайности. У нас, знаете, несколько человек, кто свободный, вот по интернету пишет вопросы, и сразу же... Значит, я все-таки считаю, что это является недостатком, что все-таки контроль кто-то ведет там на стороне, понимаете, не рядом с тобой, а на стороне, как бы, да. Вот. Второй недостаток. У вас много клиентов. Если к вам обратятся конкуренты мои, всякие службы, значит, обратятся, то вы легко сольете любого клиента, любую информацию о нем. Потому что у вас же 100 клиентов. А вот если будет сидеть у меня главный бухгалтер в штате, да, она же потеряет работу, если что-то со мной случится, то есть она, как бы, не сдаст меня, понимаете. То же самое я потеряю работу, я так же дошел на... Мы даже об этом и не узнаем, что вы слили нашу базу, понимаете. Слушайте, не работали бы мы столько лет, если бы мы сливали. Это не аргумент. Ну, это, я считаю, тоже некий недостаток. Значит, вот у нас есть опрос, и мы сейчас по-напросе посмотрим, аргументы не аргументы. Следующее. Значит, все документы, значит, ну, я понимаю, что это не вы, значит, другие компании. Значит, вы храните в одном месте. Поэтому, если у вашего какого-нибудь клиента начинаются проблемы, там, налоговая проверка с какими-то органами, то заметают всех. То есть, просто они врываются к вам в офис, как это по жизни бывает, и все документы, 100 компаний, которые у вас есть, да, вместе с вашими компьютерными серверами, все забирают. Соответственно, все 100 компаний просто встали. Вот. Это, я считаю, что это, вот, как бы, минус вашей деятельности. Вы всех собираете в одну кучу. Это или это не ваш случай? Нет, это не наш случай. Да, это не наш случай. Но, слава богу, просто слава богу, такого за 20 лет не случалось. Но, как правило, я храню клиентские документы в архиве. Архив где вы храните? Архив находится в секретном месте. Я вам его не задам. Понятно. Да. А у вас вообще были в обыске? Когда-нибудь? Никогда. Ну, вот и все. Это ответ на ваш вопрос. Это ответ на ваш вопрос. Это, да, потому что вы не проходили через это. То есть, я не встречал ни одной женщины, которая бы на допросе не рассказала, где лежат документы. А я встречала. Органы умеют обрабатывать людей. Нет, 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 нет. Вы встречали, да, получается? Да. Ну, ладно, пускай будет ничья. Значит, давайте следующее. Все-таки, если так разобраться, то вы вообще ни за что не отвечаете. И, в крайнем случае, вы всегда можете клиента послать. Сказать, у нас есть договор, значит, вот там, как правило, договора написано так, что к вам не придерешься. Ну, как знаете, как у аудиторских компаний заключают договора, значит, которые ни за что не отвечают. То же самое у нас есть договор, поэтому будешь как-то дергаться, там не согласен с суммой денег, что-то наплатить не будешь, мы тебе всегда выставим в счет и всегда можем тебя послать, сказать, ну, до свидания тогда, не устраивать, бросим на середине пути, там, отчетности. То есть даже риск? Или нет, этого риска нет у вас? То есть это уже минус в вашей компании? То же самое, если генеральный директор не платит главному бухгалтеру, я сомневаюсь, что больше 3-4 месяцев бухгалтер, квалифицированный бухгалтер будет работать. У нас был один случай совсем недавно, нам клиент не платил полгода. Полгода не платил клиент? Да. Что вы с ним сделали? Мы сказали, что мы приостанавливаем, мы ему написали официальное письмо, что мы приостанавливаем деятельность с такого периода, но отчетность все-таки сдали годовую или квартальную в себе в убыток. Ну вот, был такой случай, да. Ну, это, я считаю, наверное, самый правильный шаг в этой жизни, я всегда говорю всем бухгалтерам, говорю, да какой бы директор ни был плохой, но наша обязанность с вами как бухгалтеров сдать отчетность. Потому что он потом скажет, потому что у нас на самом деле очень важна репутация, и этот клиент скажет, ты не представляешь, я ей полгода не платил бабки, а она все равно все сдала. Понимаете, поэтому... Но я вам хочу сказать из практики, Евгения, что практически таких главных бухгалтеров, которые... Кидают фирмы... ...без зарплаты, сдают отчетность, я не знаю, это очень мало. Это жизнь. Ну, у нас, извините, как начинается годовая отчетность, да, у нас телефон красный, потому что глобухи, как правило, увольняются в этот момент, в этот период времени. О чем это говорит? Плюс, а у сутки? Вы меня поймали просто. Дальше следующее. Вот сейчас я вас поймаю. Смотрите, значит, вы обязаны, как компания, которая ведет бухгалтеровский учет, зарегистрироваться на сайте Росфинмониторинг и о любых сомнительных сделках сообщать туда. Вы обязаны это делать? Это относится к компаниям, которые проводят аудиты. Нет, это относится к компаниям, которые ведут бухгалтеровский учет. Ну, вы горизонты. Да ладно. Вы не поверите, это уже второй год у нас все происходит. Знаете, да, что вы должны на сайте и сомнительными все операции. Слушайте, пауза, мы с вами на эту тему поговорим. Да что говорить, это так и есть, понимаете? Вот, понимаете, я считаю, минус, да, точка, как бы. Ну, вопрос ведь, сомнительная сделка, это же вопрос относительный, то есть, как бы, что такое является сомнительная сделка, что нет, это же только через суд можно решить, по идее. Вы про что сейчас? Про договор бухгалтеровского учета? Нет, смотрите, вы отражаете операции. Да. И там вот видите фирму-однодневку, ну, 100% однодневка, да, или какие-то первичные документы. Соответственно, вы обязаны с точки зрения бухгалтеровского учета сообщить туда, им на сайт написать сообщение, посылать. Вы обязаны там зарегистрироваться, уже были два года назад. Если что, запишите себе. Хорошо, я запишу. Значит, вот, как бы есть, это же недостаток. Да, то есть, хотя я, в принципе, не встречал, чтобы аудиторская компания и какая-нибудь... Представляете себе? Я не представляю себе такого. Вот, как вы себя представляете? Я не вижу, я у клиента не приму документы с фирмы-однодневки, я ему скажу. Чтобы не регистрироваться. Да, все, все, логично. Следующий недостаток, значит, вы все потежи, все ТКС и так далее, все у вас происходит с одного адреса. То есть, IP-адрес один. Вот вы как-то проблему решаете? Вы VPN себе ставите там, меняете там или нет? Нет, мы работаем. Так, вот, на сообщения пришли. Не работаем с VPN, это точно. Я спрашивала у нашего программиста, он сказал, что не работает. Вам вопрос пришел. Значит, через какое время вы понимаете, что учет ведется некачественно? Через месяц, через полгода, через год? То есть, до вас ввелся учет некачественно? То есть, вы пришли, говорят, все, у нас классный голову, все, хорошо. Анна Владимировна говорит, что она делает экспертизу, да? А я делаю, смотрю базу, делаю микроаудит. Микроаудит. И сразу, да, сразу говорю, проблема. Понятно. А какие минусы еще есть? Минусов не скажу, чтобы. А они есть или нет? Минусы аутсортинга. О, слушайте, давайте так, вы сейчас думаете, я вам задам другой вопрос, который мучает всех. Вот смотрите, меня постоянно как аудитор спрашивают, вот ты зайди в нашу бухгалтерию и скажи, а много у нас бухгалтеров в штате или немного? Постоянно же вопрос задают, а большую я им зарплату плачу или маленькую? Вот как вот, я понимаю, что вы же должны иметь железобетонные аргументы, когда заходите в бухгалтерию и говорите, о, боже, как у вас здесь много всех, я одна тут все могу сделать, да? То есть, как бы, у меня цена в два раза дешевле, вы говорите. Как вот это вы определяете? Ну-ка, расскажите мне. Какой у вас порядок действий есть? Визуально смотрю примерную нагрузку и понимаю, что практически все такие конторы работают, как иностранцы. Как иностранцы, да? Да, много бухгалтеров. Много лишних. Да, я просто завещал диссертацию, когда-то в молодости, да, и занимались мы, реально занимались этим, занимались фотографиями рабочего дня, занимались. Значит, есть такой некий норматив, уважаемые коллеги, все можете тоже записать, если интересно, это 300 операций. Если человек делает больше 300 операций в день, бухгалтер, то значит, надо нанять ему еще одного бухгалтера. Если делает меньше, значит, все нормально. То есть, как бы, есть такой норматив. Но в любом случае, перед тем, как давать решение, что много работают или мало, надо посмотреть, а чем занимаются эти люди. То есть, сколько у них операций в день, да? Какие количества документов они заполняют и так далее. И после этого принимать решение. Или просто вы, или просто обратиться к вам, и вы скажете, у вас все равно много при любом расходе бухгалтеров, потому что вы же хотите забрать этого клиента. Забрать клиента, да. Ну, как вы себе представляете, забрать клиента, а если мне это невыгодно? Ну, как правило, операторская работа все равно стоит мало, поэтому это невыгодно. Я не буду это говорить. Я наоборот говорю клиенту. Оставьте девочку на месте, пускай она ведет первичку, а мы себе заберем функции главного бухгалтера, и вы сэкономите на... Вам не нужно будет нанимать квалифицированного бухгалтера, ну и так далее, и тому подобное. Я, как правило, не сторонник забирать всю первичку. Зачем мне? Мне тоже это невыгодно.